Русская революция и буря сквозь столетия. На юге Индии в городе Бангалори состоялся официальный релиз книги известного индийского писателя, литературоведа и историка Ачала Маули. Автор призналась, что увлечена этой темой с юности и ставила целью в своей книге проанализировать влияние Октябрьской революции на мировые процессы 20 века. Это первое издание в Индии, посвященное событиям 1917 года. Автор известна в России книгами силуэты русской литературы от Пушкина до Евтушенко и «100 лет Льва Толстого в индийской перспективе». За эти работы она награждена медалью Александра Пушкина и удостоена премии имени Сергея Есенина. Делегация китайских зоозащитников побывала в Хабаровском крае, чтобы взять на вооружение опыт охраны амурских тигров. В одной из северо-восточных провинций Китая на площади в миллион 600 тысяч гектаров экологи надеются создать комфортную среду обитания для тигров и леопардов. За условиями жизни хищников китайцы наблюдали в Приморском национальном парке «Земля леопардов» и в национальном заповеднике Ньюиский. Местные экологи рассказали, что гостей интересовало все, чем кормить тигров, сколько сотрудников смогут обеспечить парку должную охрану и какая площадь нужна зверю для хорошего самочувствия. Россияне пообещали оказывать любую помощь в реализации пилотного экопроекта. 26-летняя Елена Фернандес из бразильского города Сальвадор прославилась на всю страну, сделав ставку на несовершенство формы линий. Девушка открыла домашний тату-салон, где ждет всех желающих украсить свое тело отстойными тату, так мастер отзывается о собственных работах. И правда, предлагаемая нательная живопись больше напоминает небрежные рисунки первоклассников с кривыми по нескольку раз обведенными линиями и пляшущими буквами, но бразильских смельчаков чернильные кляксы и примитивизм побествования на собственной коже не пугают. За отстойными тату выстраивается клиентская очередь. Инстаграм девушки пестрит новыми работами, лестными отзывами и регулярно обзаводится подписчиками. В Кейптауне в домах злостных расточителей установят специальные устройства управления водой, чтобы заставить их соблюдать ограничения на потребление ресурсов. Напомним, что в Южно-Африканской республике жалуются на самую беспощадную засуху за последние 113 лет. От недостатка воды страдают 40 миллионов человек. Жителям Кейптауна позволяют использовать не более 100 литров воды в день и предупреждают о том, что брать воду из родников опасно для здоровья, поскольку она не проходит очистку. Но жители законодательной столицы ЮАР нередко нарушают рекомендации и пытаются восполнить водный дефицит из любых доступных источников. День спортивного мастерства и здоровья или день фитнеса отметили в Китае. Масштабные и зрелищные спортивные мероприятия, приуроченные к национальному празднику сторонников здорового образа жизни, проводят в стране по решению Министерства спорта Китая уже девятый год подряд, 8 августа, в день годовщины открытия Олимпиады 2008 в Пекине. К слову, в этот же день в уезде Наньхуа провинции Юнань был проведен ежегодный конкурс по избранию самого сильного и подтянутого обитателя леса. Из диких грибов, таких как мацутакэ, грибов долголетия и других китайские грибники выбирают короля.